Эйкей кто ты? Да я без Эйкей можно просто Никита можно. Да понял. Всем привет вы на канале Винтерспорт Челябинск. Сегодня у нас немножечко философии с Никитой Эйкей, выступающий на первом канале у Гордона товарищ. Да, побывал он на этом. Звучит больше как Аказия какая-то. Аказия? Неправильный поступок. Короче, просто с нормальным человеком, который пока мы снимали читал книги. И рэп читал? Да, шутка. Не, ну я не удивлюсь. Который разберет сейчас нам по полочкам моду и бренды. Вот у нас вопросы накопились в нашей аудитории, она же разная. Есть там 12-15 лет. Я заметил у тебя люди стали разные покупать и от мала до велика и те кто разбирается и те кто просто мимо проходил захотел модную куртку или футболку. Это интересно. Все, на этом вы поняли что у нас от 12 до 60 лет. Да, и получается я же с тех времен, когда у тебя все только начиналось. Да, давно, давно. Есть с чем сравнить и понимаю от чего отталкиваешься. Ну тему которую бы я хотел поднять это просто действительно брендовость. Вот обычная вот эта вот брендовость. Насколько люди подвержены любви к брендам. Ведь это же все западное получается. Ну культура же с Англией идет изначально. Допустим, если мы рассмотрим вот Weekend of Fender стандартный, что ты можешь сказать про логотип, про историю, что-то нам расскажешь. Не то чтобы я прям знаток по... Я вот как было Google в свое время открывал, когда молодой был. Бренд вводил и читал история как он формировался, от чего истоки идут. То есть как бы прям супер я не владею информацией, но знаю что к чему. Для меня допустим этот бренд еще каких-то 13-х годов в виде картинок, где пацаны связанные с около футбольной тематикой и они в этих футболках, в этих кофтах стало интересно. Сейчас для меня это как бы такой бренд. Он по сути как? Он бренд того дня, когда ты идешь на дерби, когда какой-то день значимый, когда ты с друзьями в пабе встречаешься и вы... Ну он символизирует мне кажется такие дни, когда что-то происходит значимое в мире футбола, неважно какой страны. А в нынешнее время это больше такой казуальный бренд, который ну как по мне носят опять-таки от мала до велика, сочетая с другим каким-то брендом, с другими брендами, маркой обуви и в целом создавая лук. Неважно относятся они какой-то среде какой-то там фанатской или нет, просто в целом бренд, который стилен, моден и ну получается в ценовой политике как бы. До какого-то времени этот бренд был чисто субкультурный, да? Около футбола. Он по сути до сих пор. Вышел за рамки? Сейчас все почти бренды уже вышли за рамки. Продолжай тогда раскрывать тему в плане возраста, то есть носители. Кто его в основном носит? Ну если мы берем возраст ближе там 20-30-20 чем-то, это уже все-таки осознанные люди, осознающие свои поступки, знающие что к чему и бренды и свою жизненную позицию. Если брать более малый возраст, ну допустим от 16 до какие-то до 18. Да, много кстати клиентов наших, школьников. Есть к сожалению вот как раз таки эти самые школьники, не они именно, которые у тебя покупают, но ряд других, которые в этих брендах считают, что у них есть возможность людей с другими брендами, такую же молодежь или с брендами иными как-либо попытаться, как они говорят, спросить за бренд, за шмот пояснить. То есть даже так пошло, да? Я думаю ты видел видео, попадали всякие, спросить за шмот, распустить руки. Вот недавно видео вышло, что школьники в Стуэн-Айленде паленым прыгают на скейтеров там, вуф-байт и вот в этом. Ну то есть для меня это все такое не то, что резонансное, оно уже и приелось по сути, набило оскомину, но это отвратительно выглядит, когда молодежь... Почему так происходит? Кто-то значит купил себе одежду, отнес себя, молодой особенно. По сути все... Безмозглый. Нет, не будем оскорблять, у нас не все такие. Ну мы же не конкретизируем. По сути все идет от одного. Идет это все с 2013 года, с выхода фильма «Околофутбол». То есть что в Peaceful, что Weekend Offender, Weekend Offender был на мажоре, Peaceful у нас был на Яром и все эти вещи мелькали на тех людях, которые в принципе себя показывали как люди, которые не против порубиться, не против отстоять свою позицию и стало модно и бренды эти искать и стараться найти того, с кем порубиться. Вот с этого все до сих пор идет. А в тринадцатом году это вообще бум был. Сейчас, в данный момент, когда уже двадцать первый год, двадцать второй год на заре и действительно не все уже хулиганы давно, правильно? И не были ими. И не были ими начинают носить этот бренд. Вот этим людям, что можно сказать? Бояться им, не бояться, переживать. Да бояться не надо и вообще не стоит в целом. Действительно эти бренды вошли в обиход. В обиход, да. И есть и на форумах обсуждения, в комментариях мелькали, что типа, блин, а как быть-то? Как носить, если вот такая обстановка? Не как просто носить, как и любой бренд, который понравится. Да и не париться, что тебе кто-то что-то подойдет и скажет. Просто идиоты и глупцы были во все времена и это не убрать. И если не из-за футболки и не за кофты, то из-за чего-то другого будет конфликт и он будет все равно. То есть, ну, не избежать этого момента. Футболикт, это как его исходная, это причина. А ее можно найти и сделать из чего-то. Хочешь его, да. А бренды, я думаю, стоит носить те, которые устраивают, нравятся. Вот что ты можешь сказать тем людям, которые являются патриотами русского, значит, околофутбольного шмота, вот, и те, кто приверженец западной. Что можешь вот на эту тему раскрыть? Я могу сказать, что те, кто являются патриотом русского околофутбола, если в плане брендов, у них нет, у них нет выбора, у них есть вот выбор. Они могут это приобрести, чтобы как бы оставаться, ну, в калии. Если это уже какой-то питерский щит и вот похожие бренды, ну, по-моему, уже другая культура, субкультура. И не знаю, но для меня позиция питерского щита в свое время была как, ну, спорт, но там были нюансы с запрещенными веществами. И как-то я не считаю, что этот бренд соответствует околофутбольной тематике, но если здоровую брать тематику. Что ты скажешь про молодое поколение, которое сейчас действительно, чтобы закрепиться в обществе, одевает на себя дорогую одежду? Мы сейчас говорим о приверженцах каких-то культур в плане околофутбола. Можно и околофутбол, можно не просто про всю молодежь обобщить, сейчас они стремятся одеваться хорошо. Так называемые зумеры. Зумеры, да. Вот ты расскажи про них, ты наверняка имеешь опыт и у нас... К сожалению, да. Ты у нас свидетель каждую ночь, да? Ты на фейсе, правильно? На охране, да. На охране. Дело-то в том, что они умнее, они, как они говорят, прошареннее, у них больше понимания, у них больше знаний, у них есть вкус. Но этот вкус, он как Ctrl-V, Ctrl-C копировать, ставить. Они, парни, девушки похожие. И как бы, да, есть вкус, но они одинаковые. Вкратце, если говорить об этом. Вот. А если брать именно тех, пусть даже зумеров, которые относят себя к культуре футбольной, то там все-таки больше индивидуальности. Если это не какие-то заезженные кофты CP, там, Stone Island, которые, ну, чаще всего модели, то как бы тоже. Ну, то есть... Если это не копировать, ставить, то да, это классно. Если это копировать, ставить, то там... Ну, и вот, взяв он эту шмотку, он себя что, начинает вести, так скажешь? Как правило, да. Круче, да, становиться? Как правило, да. Но это вот поведение правильное или можно его судить? Сейчас. Если это вообще каменный остров, на плече у тебя пач, то там же в голове у многих прям горы переворачиваются, и они способны... Ну, полу-супермен. И, с одной стороны, это грустно. Ну, типа, ну, вещь тебя не сделает сильнее. И, как говорится, если ты пуст внутри или, ну, никакой, то и вещь тебя не разукрасит. Опа! Опа! Вот, пожалуйста. Сейчас будем спрашивать за шмот. Чего компас нацепил? А, это компас? Компас. Надо отдать? Сейчас мы это с ножницами срежем. Вот так. Знаешь, как видел видео? Так, да. Как раз. Что ты сделал? Жалко, наверное. Ну, ты себя стал ощущать сейчас суперменом? Честно? Вообще нет. Нет. Ну, я бы... Стал стильнее выглядеть. Это, это... Ладно, я тогда пойду. Ёлка была. Подкол был. Не, ну, мы искренне так не это. Что можешь сказать про бренд номер один Stone Island в сфере молодежной моды и когда люди покупают и начинают права качать? Вот. Бренд... Дай мы дорога. Это обязательно. Бренд просто он как раньше охотились за какими-то реликвиями каких-то времен, всякие эти антиквары. Так, так, так. Молодежь до сих пор охотится за любым Stone Island. За любым даже если он с дырками, да? Да, урывают, ведутся на этих скамеров, которые их кидают, лишь бы зацепить. Так что это... Как это называется? Ну, на века, в общем. На века? Это надолго ещё. Так, и дед сидит. Дед, можешь что-нибудь добавить? Покупайте Stone Island. Ну, мне кажется, когда ты всё-таки Stone Island одеваешь, всё равно какой-то, ну, небольшой, но есть эмоциональный подъём такой. Ну, так, покайфил. Легкий такой, легкий. Чувствую, как будто так сигарету закурил так. Нет, курить не. Нет, курить не. Нет, ну это бред. Нет, нет, нет. Нет, нет. Нет, ну здесь какой-то подъём какой-то, небольшой эмоциональный. Так, мы спросили старшее поколение. Значит, подъём всё-таки есть, вот по опыту Дедгорь. Есть, есть. Но, но, вот важный посыл, важный посыл, ребят, то, что действительно не вещь, а это... Здрасте, проходите, проходите. Сейчас мы уже закончим, вот можете посмотреть. Ну что, завершим, пожалуй. Спасибо за первый подкаст или что это будет? Не первый. И ещё же интервью было до этого, года 19-го. Спасибо, что мифы там какие-то... Мифологию, да, останавливали. Да, рассказал. Мы продолжим ещё, наверное, да, мы же тебя ещё позовём. Ты же ещё придёшь? Да. Обязательно поговорить. Не будем теряться. Да, всё отлично. У нас созвонит. Всё, у нас связь, связь, связь. Всё, спасибо. Всем пока. Надеюсь, если ещё есть добавить, ниже пишите, это обязательно всё раскрутим. Поговорим. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok